Мэра Омска 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 Выбрала именно тех, кто не захотел идти до финиша. У этой комиссии нет никакой ответственности перед гражданами, никакой ответственности перед избирателями. И накладывать на нее полномочия отбора – это глубоко ошибочно и неправильно. Председатель конкурсной комиссии Сергей Тудоров нашел, что ответить. Он уверен, к его работе претензий быть не может. Комиссия и председатель действовал строго в соответствии с принятым вашим решением. Номер 512. Ни влево, ни вправо, ни на секунду никуда ничего не уходили. Некоторые парламентарии решили посоревноваться в остроумии со столичным шоуменом Иваном Ургантом, который в свойственной ему манере на всю страну объявил. Комску срочно требуется мэр. Причем наличие судимости и младенческий возраст – не помеха. Главное – не бояться отсидеть лет 10. Комские депутаты доказали – они тоже не лишены образного мышления. Вот я представляю сейчас Вячеслава Викторовича Двораковского на коне, на коне, и он говорит такую фразу – посмотрите на меня, потом на этих кандидатов, теперь снова на меня, да, я на коне. Действительно, действующий мэр, которого избрало население, он сейчас на коне на фоне остальных кандидатов. После такого провала первого тура политологи заговорили о том, что в Омске могут вернуть прямые выборы мэра. По их мнению, не исключено, что при новой системе за вторым туром последует третий, и предвыборная история затянется на неопределенный срок. Галина Николаевна, а как депутатский корпус отреагировал на исход выборов? Ведь в Горсовете, насколько мы помним, было много противников непрямой системы, и не произошло ли так, что кто-то, может быть, даже начал злорадствовать, что не получилось с первого раза? И вообще, в целом, какие настроения среди депутатов? Ну, могу сказать, что у нас на сегодня установленная численность Омского городского совета – 40 депутатов. В связи с избранием в законодательное собрание у нас три депутата ушли, одномандатники до выбора не производились, 37 депутатов. Сегодня на заседании городского совета 19 апреля были все 37 депутатов. По предварительному опросу фракции КПРФ у них был следующий ответ – «Как решит партия». То есть в том случае, если бы у нас кандидатуры проходили на выборы, они не собирались, насколько я поняла, голосовать вообще в знак протеста. А вот сегодня, поскольку мы рассматривали такой нетипичный случай, я это называю первым опытом по выбору кандидата в конкурсной комиссии. Это был первый опыт. И какие-то вещи мы должны учесть. Вот сегодня как раз леди патты, каким выбором быть? И сегодня находятся на рассмотрении три проекта нормативных актов по внесению изменений в наше 512 решение о порядке проведения конкурсной процедуры. И поступили они от члена фракции «Справедливая Россия», от члена фракции КПРФ и от члена фракции ЛДПР. Принципиально они предлагают следующее, что на выбор Омского городского совета должны идти все кандидаты, которые были зарегистрированы и прошли собеседование. То есть все 16, все 17, а может быть 150 человек, сколько там их наберется в следующем конкурсе. И также было предложение, чтобы у нас по сегодняшнему порядку избранным будет считаться тот кандидат, за которого будет отдано 21 голос. Более 50% от установленного числа депутатов. 40, 21, это больше 50%. А предлагалось сделать две трети, так как мы голосуем за изменение устава, за отзыв, скажем там, мэра и так далее. Но вот это практически сегодня невозможно, поскольку вот в данном вопросе сколько людей, столько мнений, тем более многие кандидаты, они являются представителями определенных партий, определенных течений и так далее. Поэтому вот самая основная задача, следующая, найти такого человека, которому поверили бы все и по возможности поддержали. А математически вообще реально ли, чтобы две трети депутатов голосовали? Это нереально, мы его никогда не изберем. Я просто помню, как мы избирали председателя Омского городского совета, заместителя председателя Омского городского совета. У нас мы на одном заседании этого не смогли сделать, мы переносили на следующее заседание. То есть с двух попыток, с двух заседаний мы консолидировались и находили общее решение. Я так понимаю, что депутаты, они пытаются изменить то есть те положения по конкурсным процедурам, да? То есть как это должно проходить все? Ну, я думаю, что скорее всего это те предложения, которые сегодня звучат и которые внесены, они как раз призваны к тому, чтобы мы никогда не избрали таким способом будущего мэра. А вообще не познавато ли вот с такими предложениями приходить? Дело в том, что эти проекты поступили раньше, когда уже была запущена первая конкурсная процедура. И в данном случае, как говорят, коней на переправе не меняют, мы просто не имели права вносить какие-то изменения в тот момент, когда уже работала конкурсная комиссия. 13 марта они объявили конкурс, установили сроки первого этапа, второго этапа, третьего этапа. Здесь уже изменений нет. Но вот сегодня, с учетом уже состоявшегося опыта работы конкурсной комиссии, и сегодня прозвучали и предложения, и замечания в адрес конкурсной комиссии. Каковы шансы, что какие-то поправки, изменения внесут в эти положения о конкурсных процедурах? Ну, мы будем рассматривать. На следующей неделе у нас будет проходить заседание комитетов. И будем смотреть, если эти проекты все-таки будут внесены на заседание городского совета, то депутаты за все предложения будут голосовать. Ну вот вы сами, ваша личная позиция, вы видите резонность этих поправок? Ну, из тех, которые сейчас внесли? Нет, я не вижу. Во-первых, две трети голосов мы никогда не наберем. Во-вторых, всех 16, 17, 20, 25 выносить на заседание городского совета не считаю нужным. Хотя, может быть, не только два, не менее двух, я согласна. Но, может быть, можно и три, и четыре человека, чтобы состязательность какая-то была. Может быть, два этапа, может быть. Но мне кажется, что это практика покажет. Для нас это первый опыт. И хотя рядовые мячи напрямую не участвовали в этом процессе, в выборах мэра, мы все-таки решили спросить, как они относятся и к самой системе, и к результатам выборов. Давайте посмотрим. Нет у нас достойных людей. Это очень плохо, что у нас нет таких людей. Вы же знаете, наверное, что сейчас не прямая система, не мы голосуем за мэра, а вот депутаты. Как к этой системе относятся? Еще глупее. А мы что, пешки? Я почему-то думала, что я не пешка до сих пор. Ну как без мэра? Нужен мэр все равно. Ну кто будет руководить? А в Омске проблем, ой-ой-ой, сколько. Я за то, чтобы выбирали жителей мэра, а не горсовет. Вот горсовет вообще не смогли выбрать. Все поотказывались, и все. Одного выбрали. Честно говоря, мне по барабану. Любого поставь, мне легче от этого не будет. Дойдет до того. Мне по барабану. Кто там будет, поняли вы? Должность находится под приственным вниманием президента, администрации, да и всех амичей. И очень тяжело быть под таким грузом. Тем более, когда оставил он после себя пепелище, можно сказать. Все нужно поднимать, восстанавливать. Это очень тяжело. Ну естественно, а кто еще? Каких кандидатов? Никто не захотел стать мэром. Правильно сделали. Почему? Пусть народ выбирает. А не чиновники. Заворвались они все. Да, Галина Николаевна, люди, конечно, по-разному реагируют. Кто-то против системы, кому-то все равно. Главное, чтобы не Вячеслава Двораковский. Вы все-таки проясните ситуацию, когда в Омске предположительно может появиться новый мэр? Ну вот второй конкурс, который будет объявлен, он должен быть объявлен в течение 20 дней с момента вступления в силу нашего постановления о признании выборов несостоявшимся. Мы предполагаем, что наше постановление будет опубликовано 20 апреля. 21 апреля оно вступает в силу. Таким образом, где-то до 10 мая, вот этот 20-дневный срок, в который комиссия должна провести организационное заседание и объявить конкурс. Скажем, объявляется, что документы подаются в срок, ну если это будет 10 мая, значит, до 10 июня, к примеру. После этого будет второй этап, когда проверяются все документы, регистрируются кандидаты, ну это может быть 2-3 дня. После второго этапа, когда все будут зарегистрированы, на сайте появится список кандидатов, которые будут зарегистрированы. Они готовят свои программы и назначается дата, когда с ними будет проведено собеседование. Получается... И, соответственно, сам конкурс будет проведен на тот момент, отбор из всех, кто будет. То есть конкурс, предположительно, может пройти в июне, я так понимаю, да? Он может, вот так, как я назвала, вот в те этапы, которые обозначены, он вполне может состояться уже или в середине июня, или в третьей декаде. Ну, мне кажется, не позднее, вот первой декады июля он может состояться вполне реально. А депутаты на каникулы когда собираются? У нас сессия завершается 21 июля, но наши полномочия завершаются 10 сентября с момента избрания нового состава Омского городского совета. То есть в случае чего депутаты могут выйти там с отдыха, да? Да, безусловно, если что, мы можем продлить сессию Омского городского совета. Другой вопрос, что будет сложно кворум собрать для принятия решения, потому что не секрет, что многие депутаты, они собираются участвовать в выборной кампании по избранию в Омский городской совет. Поэтому, наверное, в СМИ сейчас и звучат версии о том, что выборы перенесут на осень, и уже новый состав Омского городского совета будет за это голосовать. Насколько эта версия имеет под собой какую-то почву? Ну, я думаю, что июнь покажет. Июнь покажет, насколько зрелые, взвешенные люди придут и подадут заявление на отбор. Насколько будет человек, которому можно доверить будет город, и который, ну, как бы, скажем, депутатам позволил бы с чистой совестью и с легким сердцем проголосовать за этого человека. Я не исключаю, что это будет сделано в июне. Если этого не будет сделано, будет решаться вопрос о проведении третьего конкурса. Если все-таки, ну, будет признано, что не стоит этого делать по разным причинам. Действительно, это та ситуация, о которой вы говорите. В данном случае уже будет тогда конкурсная комиссия. Но я думаю, что со стороны городского совета она будет формироваться заново. Поскольку сегодня у нас туда вошли руководители фракций именно этого созыва, будет укомплектована конкурсная комиссия и, соответственно, будет работа продолжена. Это в случае, если новый созыв, да? Да. А если в случае, все-таки, старый, ну, действующий созыв, изменится ли состав конкурсной комиссии? Вот по самой процедуре нужно ли менять комиссию, если мы уходим? Нет. У нас конкурсная комиссия работает до избрания мэра. Ну, и, соответственно, до изменения кадров, которые туда выдвинуты. Поэтому у нас до избрания городского совета оснований менять выдвинутых членов конкурсной комиссии не имеется. У нас там два почетных гражданина и четыре руководителя фракции, которые сегодня в Омском городском совете работают. Это именно руководители фракции, за которыми стоят члены фракции. Поэтому оснований у нас нет. Со стороны губернатора, который представил шесть кандидатур, также предложений не поступало. Кстати, губернатор Виктор Назаров недавно тоже давал комментарии по поводу итогов выбора. Даже не итогов, а по поводу того, что не осталось кандидатов. И он назвал это шероховатостями. А на ваш взгляд, это шероховатость или все-таки это серьезная проблема и неудачная попытка? Я думаю, что это неудачный опыт, безусловно. Потому что мы это, собственно говоря, и хотели работать с теми, кто мог бы город повести дальше. И кандидатуры назывались разные, которые действительно достойны. Да и из тех, которые были представлены, многие люди уважаемые в городе Омске. Вопрос, наверное, все-таки должен быть на той кандидатуре, которая могла бы быть поддержана руководителем региона. И это ведь не только почет, но это же еще и ответственность. То есть выдвижение, поддержка, то финансовое состояние, в котором находится город Омск. Да и, наверное, это положение местного самоуправления в настоящее время, в таком виде, как мы сегодня живем, не просто будет любому мэру работать. Я просто прочитала высказывания Валерия Павловича Рощупкина, нашего мэра, мною уважаемого. Он говорит, что он за всенародные выборы, за всенародные выборы. Но сегодня, когда местное самоуправление находится в такой ситуации, когда во многом зависит от региона, от федерального центра, от действующего законодательства, когда полномочий очень много, а финансирование приходит в виде субсидий, субвенций. То есть для того, чтобы выполнить ту или иную задачу, необходимо получить финансирование. Его нужно добиться. А те налоги, которые собираются на территории, они изначально уходят в центр, в регион, а потом только возвращаются в виде вот этих дотаций. Поэтому действительно, на мой взгляд, сегодня все-таки вот та конкурсная процедура, которая запущена, она должна сработать на плюс. Но в этом случае должно быть взвешенное решение о том, какая кандидатура будет представлена все-таки со стороны высшего должностного лица региона. Звучали претензии от депутатов и конкурсная комиссия, что работала как-то не так. Так, вот на ваш взгляд, как сработала конкурсная комиссия? Ну, я лично знаю Сергея Николаевича Тодорова, уважаемый многое мною руководитель пенсионного фонда. Уж он организовывать работу умеет. И в Омске городской советы были созданы все условия для конфиденциальной, четкой и слаженной работы. И, безусловно, ни одного нарушения действующего законодательства допущено не было. Вопрос прозвучал очень некорректно. А почему члены комиссии проголосовали за того или иного кандидата? Это личное дело каждого члена конкурсной комиссии. Поэтому я тоже очень удивилась от того, от кого прозвучал этот вопрос. Они почему-то даже за своего кандидата от их партии не отдали свой голос. Поэтому мне тоже было удивительно. На ваш взгляд, на следующем этапе выборов кандидаты более ответственно подойдут именно к участию в самой процедуре? Ну, я думаю, что опыт это не только для Омского городского совета, для конкурсной комиссии. Это и для всех жителей города Омска, и для тех, кто поддерживал действующих кандидатов. Я, кстати, не исключаю, что те кандидаты, которые представляли свои программы, они заново подадут программы на рассмотрение конкурсной комиссии. А если повезет, то потом и городского совета. Я думаю, что появятся новые яркие люди. Я думаю, что это очень интересный опыт. И мне кажется, что вот иногда нужно пройти вот этот этап. Я не исключаю, что вот жизнь, она же нас многому учит. Мы по кругу иногда идем, иногда по уже ранее пройденному. Поэтому не исключаю, что и будут всенародные выборы. Но для этого все-таки нужно совершенствование законов о местном самоуправлении. А, то есть вы не исключаете, да, что... Не исключаю. Да, времена меняются, и мы иногда, хорошо забытое старое, становятся современностью, необходимостью на данный момент. Ну, как, например, с губернаторами, да, их же назначали? Да, совершенно верно. Назначение, выборы. Срок полномочий Вячеслава Двораковского истекает в июле. И если к этому моменту не будет все-таки избран новый мэр, то кто будет руководить городом? Если Вячеслав Викторович будет продолжать исполнять свои обязанности, не подаст добровольно в отставку, не будет по иным основаниям отставка принята, то он будет исполнять эти обязанности. А в случае, если в отставку уйдет? Если он уйдет в отставку, Омский городской совет обязан в течение месяца рассмотреть его заявление, принять соответствующее решение. Если Омский городской совет не принимает по истечении месяца, после становится свободным. И по нашему законодательству, по нашему решению, исполняет первый заместитель по согласованию с Омским городским советом. Сегодня, кстати, тоже на заседании горсовета звучала мысль, а почему бы Сергею Фролову не пойти на выборы. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, что каждый выбор делает сам. И у него опыт действительно есть. Он руководил Кировским округом. Он возглавляет все городское хозяйство. Кстати, вот, наверное, в меньшей степени видится восстановление каких-то исторических ценностей. Строительство детских садов, она решила проблему, ну, можно сказать, на 80% обеспечения местами. Забылась уже тема, да? А вот когда дороги были разрушены, когда благоустройства не хватает, вот это на первом плане у наших жителей. И почему же нет? Опыт у него есть. Я думаю, что ему можно попытаться. А вот вечный вопрос, что мэр, кто он больше, хозяйственник или политик? Вот, на ваш взгляд, каким должен быть мэр? Мэр. Вы знаете, вот, убеждена, что мэр должен быть хорошим управленцем и уметь сформировать свою команду. Мало самому все знать. Все равно человеку не дано знать абсолютно все. Но подобрать людей, которые это знают, это вот необходимо. То есть человек должен знать, что есть он на месте, нет на месте. Система продолжает работать. Поэтому самое главное, это, конечно, кадровая политика. Я думаю, что сегодня в администрации города Омска есть достойные люди, которые будут продолжать. Много ведь уже сделано. И продолжать важно не разрушить. Потому что когда мы разрушаем, новое очень сложно создается. Политолог Инна Витренко, которая, кстати, поддерживает непрямую систему выборов, она связывает неудачный исход, безрезультативный исход выборов со спешкой. Потому что непрямую систему приняли еще в марте 2015 года. А все положения конкурсной процедуры, процедура Горсовет утвердил только в феврале. Правильно, я не ошибаюсь? Накануне самих выборов. А ведь система, она же для города новая, не обкатанная. Там можно много где найти неточности и пробелов. Вот как вы объясните, почему все-таки делалось это все в последний момент? Ну, здесь скорее, наверное, может быть политический даже акцент. Затевая любую процедуру, обсуждая любые документы, у нас, как всегда, это связывает со скорой отставкой, с необходимостью досрочных выборов и так далее. Возможно, это сдерживало. Ну и говорить о том, что это новая процедура для Омска, для Омска да, а для области нет. Поэтому по такой схеме уже выборы проходили в районах области. И мы брали за основу нормативные акты и учли те ошибки, которые или неточности были допущены. Поэтому мы постарались максимально учесть. Хотя я думаю, что сегодня уже и у конкурсной комиссии могут быть какие-то вопросы к нашему решению, где можно подшлифовать, уточнить. Некоторые процедуры мы не прописывали умышленно и дали полномочия председателю комиссии конкурсной самому решать те или иные вопросы. Вот такие, кстати, ваши коллеги восприняли, что на момент голосования все могут быть удалены из зала. Ну, это же пресса, они хотят... Да, это пресса. Поэтому вот сегодня, когда работала конкурсная комиссия, мы сделали максимально, чтобы и конкурсная комиссия работала, и чтобы наглядно все представители средств массовой информации видели, что происходит в зале. Возможность сфотографировать каждого кандидата была предоставлена абсолютно всем. Но с другой стороны, ходить за спинами, там у нас конфиденциальная информация, которая на столах у всех разложена и так далее. Вот постарались сделать это. Ну, какие-то вещи есть, я думаю, что не будут отрабатываться. Голосование было тайным, да? Голосование было... оно не было тайным, оно было без присутствия прессы. Но, в принципе, каждый член конкурсной комиссии писал свою фамилию и отмечал того кандидата, за которого он голосует. Но были два недействующих бюллетеня. Один не заполнен совершенно. А один, и это принципиальная позиция была одного члена конкурсной комиссии, он поставил птички напротив всех 16. Получается, что вот вы говорите, что, возможно, по результатам, какие вынесет, собственно, сама конкурсная комиссия, будут шлифовать, будут дорабатывать и так далее. Но ведь я так понимаю, что сроки-то ограничены и поджимают. Я хочу сказать, что сроки ограничены и конкурс будет запущен. Но мы сейчас тоже сегодня обсуждали на заседании городского совета, и настаивают некоторые, что давайте внесем все изменения до объявления конкурса следующего. Не знаю, насколько это будет реально и насколько это необходимо. В том случае, если это принципиальные вопросы, если действительно у нас, может быть, ну я самое плохое говорю, не пройдет и второй конкурс, может быть, действительно это будет как-то упираться в процедуру нами объявленную, тогда действительно нужна корректировка. На мой взгляд, процедура реальная, работающая, процедура запущена. Вопрос только в самых смелых, инициативных, мудрых, которые свою кандидатуру достойно представят. Процедура ведь не только у нас такая, ведь и в других городах тоже. Совершенно верно. Я, кстати, опыт изучала работы конкурсной комиссии в других регионах. И во многом именно вопрос, а кто подал заявление, и насколько они действительно имеют возможность управлять тем или иным районом, городом, миллионником, вот как раз он и останавливал работу конкурсной комиссии. Леонид Николаевна, благодарю вас за увлекательную беседу. Спасибо большое, что пришли и рассказали, когда у нас появится новый мэр. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я напоминаю, мы беседовали с Галиной Горс, председателем Омского городского совета. Смотрите нас на телеканале РБК Омск, а также на сайте itv55.ru. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова